Привет всем любителям ММА, я пока ничего не сделал С громкостью заставки, но я услышал Возможно, через какое-то время Вступление станет несколько более тихим Пока не получается, но чуть позже Итак, у нас закончился январь Мне кажется, там было много неожиданных результатов Мне кажется, многократно были наказаны Любители маленьких надежных коэффициентов Начинается февраль Ура! Через неделю турнир Оверин против Лолкова 7 февраля по нашему времени Турнир, на котором уже слетело достаточно много боев Не знаю, все ли это или нет Осталось неделю чуть меньше Будем надеяться, что много боев не слетит Но какие-то изменения возможны Если что, то допишу ролик Если будет много интересных изменений Бой, который был анонсирован только сегодня Я, честно говоря, не думаю, что он будет открывать турнир Я думаю, он будет где-то повыше Тимур Валиев против Мартина Дея Валиев должен был драться с Хулио Арсе Был достаточно интересный бой Но теперь на коротком уведомлении Выскакивает Мартин Дей На недельном Против Валиева Который на полном лагере Ну, печальную историю с Валиевым все помнят Тоже он шел за коэффициент Сколько там? 1.25 И... А, что это за рекорд? Это не его, что за фигня с Topology Ну, теперь его рекорд No Contest с Тревеном Джонсом Ну, я думаю, что вот Произойдет этот бой в этом году Поскольку UFC перестала наказывать бойцов За употребление марихуаны За метаболиты марихуаны в крови То сейчас бы Тревеном Джонсом была бы победа в графе А у Тимура Валиева было бы поражение Ну, тут ему немножко подвезло И это поражение у него превратилось в No Contest Что надо сказать про его дебют? Он вышел, попробовал показать, что он Очень похож на забитого Магомеда Шарипова Он действительно на него похож Если ему отрастить бороду и пышную шапку волос Мне кажется, их не лечишь Потому что у Тимура действительно интересная и креативная ударка С акцентом на удары ногами Неплохая борьба, которую он нам не усваивает Успел продемонстрировать Ну, в общем, подвымахался он, конечно, в первом раунде Там тоже, можно сказать, ему не повезло с судьей Который дал Тревену Джонсу выжить Выжить Но когда начались попадания по Тимуру В общем-то, может быть, Тимуру там тоже можно было дать шансов Но шансов ему не дали Поэтому удар на встречу пропустил Пропустил, потерялся И уже восстановиться не смог И таким образом фактически проиграл Хотя в первом раунде, конечно, впечатлил Он прямо в первом раунде свой коэффициент оправдывал Но дальше все сложилось неудачно И Мартин Дэй, который, в принципе, идет на серии из трех поражений Одно поражение у него старое Так, ну что такое Не понимаю, почему-то Полоджи иногда Вот страница бойца, но почему-то приклеивается рекорд другого бойца Не понимаю, как это происходит Ну да ладно Старое поражение 18-го года Пиньону Лю И два свежих поражения С Дэви Грантом С которым он, наверное, тоже подвымахался Но пропускал ударов в корпус Наверное, потерял какую-то концентрацию Был нокаутирован в третьем раунде И в первом раунде проиграл гильотиной Андерсену Дос Сантосу Дэй креативный ударник гавайский И здесь, в этом матчапе, что у нас интересного Пока что заявлено, что это будет 135 фунтов То есть 61 килограмм Честно говоря, я сомневаюсь, что Мартин Дэй на недельном уведомлении Сделает 61 килограмм По крайней мере, я этому удивлюсь И если этот бой будет действительно 61 килограмм Я думаю, что это будет весьма плохо для Мартина Дэя Поскольку, ну вот, как я говорил, по моим наблюдениям В 61 килограмм он сравнительно габаритный парень Но, мне кажется, может быть, весогонки его там немножко истощают И ему бы подняться в 66, может быть Это вот с моей такой профанской точки зрения Соответственно, если он будет делать 61 килограмм На недельном уведомлении Ничего особо не показывая хорошего на полном лагере Ну, тут надо будет смотреть, как он будет выглядеть на взвешивании Но я думаю, что все-таки есть варианты Что это будет бой в 66 килограммах Тем не менее, Мартин Дэй все равно существенно габаритнее На 10 сантиметров в росте и на 15 сантиметров в речь Ну, хорошее преимущество Сможет ли он его реализовать, не знаю Значит, если брать в чистом виде ударку То, ну, наверное, все будет достаточно близко Они, в общем-то, где-то в чем-то даже, можно сказать, схожи У обоих такая креативная ударка Много ударов ногами Удары интересные, неожиданные Вот Только у одного дагестанский акцент, а у другого гавайский В борьбе, наверное, Валиев Может иметь достаточно очевидное преимущество Ну, пока не мере Скажем, в ударки я не берусь вообще предпочтение отдавать В борьбе, я считаю, Валиев будет выглядеть предпочтительнее Если он решит побороться, то Шансов победить у него в этом бою, мне кажется, больше Мартин Дэй не то, чтобы совсем не умеет бороться Он говорил, что у него есть там недооцененная джиу-джитсу Но, мне кажется, у каждого ударника в UFC есть недооцененная джиу-джитсу Однако С Дэйви Грантом он Кое-какие эпизоды В партере проиграл Ну и, собственно говоря, с Андерсоном Досантосом Тоже сначала проиграл позицию в партере Потом, вроде бы, эту позицию, скажем так Вернул, перевел в нейтральную Но полез зачем-то к Досантосу в борьбу Полез не очень умело, с явной ошибкой И отдал шею Поэтому В борьбе, я считаю, у Валиевой, конечно, больше шансов Вопрос в том Какой бой будет проводить Тимур Не захочет ли он опять показать какой-нибудь красивый бой Потому что, в принципе, с Мартином Дэйм У них может получиться весьма красивый бой, интересный Может быть, Тимур опять захочет подемонстрировать Все, что он умеет в первом раунде Вот это вопрос С другой стороны, Мартин Дэй Человек, которому, ну, определенно нечего терять В этой ситуации Я думаю, что Даже в условиях пандемии Бойца на серии, там, из четырех поражений Навряд ли будут держать Поэтому, ну, он может как-то тут Не знаю Попытаться устроить драку Предложить Тимуру зарубиться Например, как вариант Будет ли он так делать, что Сделает в ответ Тимур Это все уже, конечно, домыслы В общем, просчитать этот бой достаточно сложно Коэффициентов на этот бой, соответственно, пока нет Поскольку он был анонсирован только сегодня Я бы выставил примерно так Вот моя личная оценка Я бы, конечно, Валиева поставил бы фаворитом Ну, где-нибудь вот в районе 1.5 1.55 И, там, Мартин Дэй 2.6 Может быть, 2.7 Соответственно, если Валиева Вдруг дадут выше То, в общем-то, можно его Я думаю, заиграть Но я думаю, что Валиева дадут не выше А, скорее всего, ниже А еще более вероятно Если его дадут, допустим, там За коэффициент, может быть, 1.5 То его, скорее всего, прогрузят Потому что, естественно, общественное мнение Будет на стороне Валиева И, как мне кажется При такой ситуации Этот бой лучше либо пропускать Либо Искать какие-то обоснованные ставки по росписи Забирать их очень небольшим процентом Потому что, если Валиева опять прогрузят в район 1.3 1.25 Чего-нибудь такое Я, в общем-то, не удивлюсь Если это перед турниром увижу То я бы этот бой пропустил Я думаю, что Валиева за 1.25 Все уже забирали Мартин Дэй, в общем-то, может ударить Может попасть Поэтому рисковать здесь за маленький коэффициент Я бы и не стал Мартина Дэя брать как андердога Ну, только если под очень маленький процент Только если коэффициент будет выше трешки Если он покажет что-то на взвешивании Ну, может быть, тогда что-то можно кинуть на него Но, в целом, я здесь отдаю предпочтение Валиеву Думаю, с учетом полного лагеря Он этот бой должен забирать Каким образом, не знаю На коэффициенты буду смотреть Если будет какой-то более-менее приличный коэффициент Можно подумать на ставку на него Но за маленький коэффициент я лезть не буду Многострадальный Сен Вучой Наконец-то получил себе соперника Возможно, это последний вариант Это Юсеф Залал И вариант для корейца, конечно, не особо шикарный Ну, что, Залал-Залал Хорошо провел прошлый год Подрался с Майклом Биспингом И с Костасом Филиппом Это капец какой-то Вот у меня открыты вкладочки На каждом бойце на топоводы Чтобы время лишнее не тратить И сейчас просто проверил У каждого бойца Под его фотографией Его страничкой расположен левый рекорд Не понимаю, как-то это происходит Ладно, я сейчас все обновил Все должно быть правильно Он не дрался с Биспингом Ну, выиграл Линго, Гриффина, Барретта И проиграл Тапурии С Тапурией, наверное, как-то я не знаю Может быть, он не до конца серьезно отнесся Мне казалось все-таки, что Тапурия Который хороший, конечно, парень Но был не совсем готов, на мой взгляд Залал мог бы провести бой получше В частности, когда в третьем раунде Он сумел Исключить борьбу Ни Тапурию не пускал Ни сам не лез То, как бы, с уставшим Тапурию Он, в общем-то, в стойке неплохо отработал Третий раунд, наверное, забрал Ну, первый раунд проиграл в борьбе без вопросов Как бы, к нему, наверное, там не может быть претензий Вот второй раунд, когда он сам начал лезть Зачем-то в клинч, в борьбу к Тапури Вот это было абсолютно непонятно Ну, наверное, все-таки молодость, отсутствие опыта Мне кажется, его тренер был очень расстроен Не то, что даже поражением А вот этими моментами не совсем правильными И Сенвучой Один-два у него в UFC Проиграл Евлоеву Был задушен Такером И победил в девятнадцатом году Сумана Махтаряна Это совсем слабый боец Которому, наверное, в UFC делать нечего Получается, не выходил в октагон Год и три месяца С Махтаряном сказать, что прям было замечательное выступление Да, в общем-то, нет Ну, уверенно выиграл Запомнилась 150-ти ударная Серия, которую он во втором раунде Выкинул И, в общем-то, Махтаряна Даже в нокдаун не смог отправить Если не ошибаюсь В третьем раунде сам словил флешку Немножечко там выхватил Ударник Весьма габаритный Хотя здесь не будет такого превосходства в габаритах Но, тем не менее, обычно он много крупнее своих оппонентов Здесь он будет покрупнее завала Но не так, как это будет обычно У него есть, наверное, все-таки очевидные проблемы с борьбой Не знаю, подтягивает ли он их или нет По крайней мере, по его тренировкам в инстаграме Он строго стучит по лапам Хотя ему надо бороться, бороться и бороться Не знаю, конечно, он, наверное, тренирует борьбу Опять же, у него в инстаграме превосходная форма Кубики видны за километр Но Эти кубики у него видны всегда Пока что назвать его выступления хорошими я не могу Явлоев его без вариантов завозил С такером Ну, местами там было более-менее Но тоже, опять же, в борьбе проигрывал То есть, борьба у него под сомнением Что касается ударки Ну, я бы не сказал, что она так уж меня впечатляет здорово У него такая достаточно собранная неплохая стойка В общем-то, он идет вперед нередко Там пытается выцеливать, чего-то скомбинировать Но, на мой взгляд, он в целом маловато делает в октагоне Залал, мне кажется, все-таки более активный боец У него ударка другого плана У него стойка более такая открытая Но он неплохо заходит на ударную дистанцию Наносит удары, выходит, смещается, двигается То есть, у него такой достаточно интересный футворк Ну и в целом, как бы Он более такой, наверное, укомплектованный боец Из хорошего кемпа Вот Что нам дают здесь по коэффициентам Залал 1.43 Синлучой 2.97 Залала прогружают Он открывался за 1.65 И буквально вчера была еще такая роскошная ставка Которую я забрал деньгами Никуда, конечно, ни в какие там я Росписи такие ставки Имея в виду Статистику не забиваю Потому что смысл забивать ставку Которую все равно За такой коэффициент никто забрать не сможет Вчера давали на тотал больше полутора Аж 1.74 Открылась вот эта ставка Я вообще не понял юмора Мне кажется, здесь букмекеры Очень сильно ошиблись Потому что 1.74 Ну на тотал, допустим Больше двух с половиной Я бы еще как бы понял В целом, почему здесь вообще На биг маркетах дали Тотал больше-меньше полутора Я, честно говоря, не понимаю Потому что Досрочка в этом бою В первые полтора раунда Ну только если Сабмишин от Залала Исключать, конечно, ничего нельзя Но они оба Пока, мягко выражаясь Не финишеры Не у Залала Собственно говоря Ни одной досрочки Не было в четырех его боях В UFC Корея Сам только вот один раз Отлетел с Абмишином В третьем раунде Поэтому в целом Как бы Это была хорошая ставка Но сегодня ее нету Ее очень сильно прогрузили Юсефа Залала Тоже очень сильно прогрузили В принципе Я отдам здесь Предпочтение ему Нужно ли его Забирать за 1.43 Брать какой-то двойник Ну я бы, наверное, не стал Честно говоря Потому что все-таки У Залала из минусов Ну вот Геймплан у него был Сомнительный, да И Немножко он периодически Заигрывается Немножко он, может быть Себя где-то переоценивает В общем-то Кореец неплохой Если Кореец сумеет Сохранить бой в стойке То бой будет, я считаю Достаточно близкий Все-таки Но вот сумеет ли он Сохранить бой в стойке Это, конечно же, вопрос Что Залал, по идее Пойдет бороться Я, скорее всего Этот бой пропущу И если бы я выбирал Опять же, даже вот Я не люблю Прогруженные ставки Но вот если там Допустим Сейчас Залал Напинок или 1.42 А тотал больше полутора 1.38 Если говорить про какой-то там Сбор двойников Или чего-то такое Так я бы лучше Что-то больше полутора Взял Потому что То, что бой продлится Полтора раунда Я, честно говоря Верю даже чуть больше Чем в победу Залава Но так вообще Интересных вариантов Здесь не вижу Следом у нас Кароль Роса Против Джеселин Эдвардс Кароль Роса Так, что у нее Два боя в UFC Сплитом победила Лару Прокопио Поскольку Прокопио Тоже дерется На этом турнире Я про этот бой Наверное расскажу Но чуть больше Чуть позже вернее Сплит Да нет Наверное там была победа Не знаю там Насчет сплита Все-таки скорее Она забрала два раунда И победила Ванесу Мэла Что-то много Она тут слетала Понятно, что здесь Был коронавирус Ну вот один раз У нее была травма Второй раз Она что-то выбыла И потом у нее То есть у нее Получается в прошлом году Было Две травмы А потом Еще у нее Нет, у нее было Получается в конце Девятнадцатого Травма Потом в двадцатом Травма И она слетела С боя с Юбинс Потому что у нее Были проблемы с весогонкой А сейчас она должна Была драться с Ником Антанья Джеселин Эдвардс Выходит на коротком Король Росат Активный Кикбоксер Неплохая техника Вбрасывает много ударов Пропускает тоже немало Что у нее с борьбой Не очень понятно В этом бою Это важно То что она там Переборола Ванесу Мэла Ну как бы ладно Вот она В восемнадцатом году Была задушена По чеку И в восемнадцатом же году Проиграла Тоже бойцу Который пытается Дебютировать UFC Мелиси Гата Тоже проиграла В партере Кимурой Что может быть Определенные проблемы У нее есть Тренируется Она в неплохом Кемпе С Джессикой Андраш Наверное Она как-то борьбу Подтянула Может быть Но это все не точно Джессерин Эдвардс Недавно дебютировала Совершенно Это было Шестнадцатого января С Нинань Ву На коротком И сейчас Меньше чем через месяц Она выходит На второй бой Ну короткое уведомление Прошлый раз На нее не повлияло Я в общем-то На это рассчитывал Когда Моя Нань Ву Коэффициент Уже стал там Практически равный Я в общем-то Считал что Китаянка На полном-то лагере Все-таки Чего-то сможет Показать Но ничего Она показать Не смогла Как выглядел Эдвардс в бою Ну сложно Этот бой оценивать Честно говоря Такое выступление Двух Не очень Как бы Скилловых бойцов Вот Но Эдвардс Да выглядела лучше Сумела сделать больше Как сложится ее бой С Карлей Росой Я даже не знаю Во-первых Эдвардс Например Существенно крупнее 8 сантиметров И руки Подлиннее Ну Роса В общем Стойка конечно Более собранная Опять же Надо будет Смотреть весогонку Это у нас вес будет 61 килограмм Надо смотреть Как Роса Сделает вес Потому что Ну Я уже говорил Что на мой взгляд Она такая Тяжеловатая девушка В целом Вот И Как она сделает вес С учетом того Что у нее уже были проблемы С весогонкой Это вопрос Опять же Мне кажется Очень неинтересный бой Для ставок Ну не знаю Роса за 1.5 Против вот этой Совершенно непонятной Девушки Пока еще Непонятной Не знаю Я бы может быть Даже больше Все таки В сторону Эдвардс Смотрел Потому что Она ну Скажем так Она по крайней мере Умеет как-то бороться Про Росу Сказать это сложно То что она там Перевела опять же Ванессу Мэлла Это не считается Я считаю Вот Эдвардс Как бы Ну она в своих Предыдущих боях В общем то Определенную борьбу Демонстрировала У нее есть партер Как таковой В общем то И переводить Она умеет Поэтому С учетом того Что вот она будет Покрупнее Не знаю Не знаю Как этот бой сложится Честно сказать Не могу предположить И вот Если я не знаю То мне кажется Я уж точно Этот бой пропущу Если так вот Выбирать Но я бы здесь Все таки пошел бы Наверное за коэффициентом Мне кажется Эдвард за 2.5 Ну Выглядит лучше Чем Роса за 1.5 Но все это Очень не точно Череду непонятных боев Продолжает Оды Осборн Против Дениса Бондара Или Бондаря Украинские Коллеги Меня поправят Как правильно Все таки Его фамилию Произносить Ну на русский Под Бондарь На украинский Может быть Бондар Осборн Ну в общем то Мне кажется Интересный боец По своему Но Нужно Подтверждение Его Этой Интересности Потому что Пока что У него Один бой В UFC У него что У него Есть С 13 Года Он выступал По любителям 5 побед В любителях Потом Такая Какая-то Очень Неровная Карьера У него В профессионалах Где Он Ни с кем Вообще Не подрался Весьма Такая Плохая Оппозиция Дважды Проигрывал Бойцам С положительным Рекордом И бил Только таких Вот конечно Ребят С рекордами 3-7 Из этого Еще зачем-то Два раза Побил Господи Как это В общем В них Происходит Там Ну вот На Контендер Сирис Был у него Наконец-то Первый Более-менее Приличный Соперник Армандо Вильериал Он его Там Немножко Обсетнул Насколько Помню Андердогом Шел В 20 Году Дебютировал Против Келахера Ну Келахер В прошлом Году Сделал Очень Много Денег На том Что он Воспитывал Подрастающее Поколение То есть Келахер Это такой Матерый Опытный Уже Волк Который Съел В прошлом Году Трех Дебютантов Будем Говорить Это Прям Его Фишечка Поэтому Там Осборн Позволил Себя Перевести Полез Вернее Дал Вообще Келахеру Как-то Вылезти В такую Позицию Интересную Отдал Ему Голову И все И был Там Задушен В хлам В целом То он Везде Неплох У него Достаточно Интересная Тропометрия У него Очень Хороший Рич Для Данного Дивизиона У него Такая Очень даже Креативная Ударка У него Опасный Партер В общем-то Письма Неплохой Боец Из минусов Что отметить Но Мне кажется Что он Себя Переоценивает Если честно В первую очередь В бою С Келахером И вообще Я смотрю Просто его Бои Как он себя Ведет Немножко Он конечно Понтуется И Ну Опять же Вот Можно сказать Что он Заигрывается У меня Такое ощущение Возникает Что он Думает Что он Один В октагоне Он Без Конца Может Какие-то Свои Креативные Удары Кидать И ему За это Ничего Не будет То есть Он Вертушечки Кидает Всякие Там Какие-то Такие Интересные Кики Это Все Хорошо Это Все Здорово Что он Все Это Умеет Но Это Все Работает До Определенного Уровня И В UFC Далеко Не везде Такое Будет Проканывать Скажем Так И Где-то Нужно Наоборот Себя Вести Достаточно Осторожно И Выверенно Я Вот Не Уверен Что он Так Умеет Потому Что Вот Соперник Денис Бондар Он Как Раз Такой Как Мне Кажется Довольно Таки Выверенный Боец И Такой Прагматичный Дрался Он В основном WWFC Украинский Промоушен Которого Я О котором Я Не очень Высокого Мнения Поскольку Вот Чемпионы Этого Промоушена Те Которых Мы Уже Знаем Это Сергей Спивак Это Роман Долидзе И Денис Бондар Ну Так Если Сказать Грубовато Они Взросшены На Избивание Мешков Хотя У него Больше Боев Чем У Осборна Но Опять У него 5 боев В любителях И Дальше Пошла Оппозиция 0-0 0-0 0-1 И так далее Хотя У него Боев Таких Больше Кто У него Был В 2018 Году Андрющенко С рекордом 12-10 Дальше 4-3 0-2 Вроде Кевин Якис Джакис Бразилий С неплохим Рекордом 7-1 Парню Было 19 лет На момент Этого Боя Я понимаю Что Бразильцы Может быть С 15 Берутся По Профессионалам Но Тем не менее Ну И вот Тут Еще Каких-то Пару Более Менее Там Опытных Бойцов Хотя Эти Вот Ассет Эфси По-моему Это Двухраундовые Бои Если Я не Ошибаюсь Которые Проводятся На каком-то Открытом Канвасе Тоже Такое Не Очень Понятное Зрелище Но Тем не менее Денис Бондарь Он Чемпион WWC В двух Немножко Посмотрел Поискал Его интервью Я так понимаю Он сразу Начал Заниматься ММА Видимо Хотя Мне Вообще По его выступлениям Казалось Что он Базовый Борец Ну Наверное Я ошибся Стойка У него Такой Среднего Уровня Кикбоксинг Предпочитает Он Как мне кажется Бороться В борьбе У него Все получается Неплохо Он В общем-то И переводит Неплохо И контролирует И неплохой У него Гранден Паунд У него Достаточно Много Побед Сабмишином Но Это Немножко Не такие Сабмишин То есть Вот Если мы Возьмем Осборна У него Хорошая Джиу-джитсу Он Именно Снизу Со спины Неплохо Контратакует У него Есть Победа Там Армбаром Там Треугольником Причем Вот Кого-то Вот Из этих Он задушил Ножным Треугольником Снизу По-моему То есть Он опасен Снизу Бондарь Он работает Сверху И когда Уже Начинают Допустим Его удары Иметь действие На соперников Они начинают Спасаться И тогда Он забирает Спину И душ У него Достаточно Много Этих Побед Удушением Сзади Вот И что Опять с ними Делать С этими Парнями Это у нас Пока Заявлен Промежуточный Вес 140 фунтов Так А почему Сейчас Секунду А не знаю Почему Видимо Кто-то Не успевает Сделать вес Видимо Кто-то Не успевает Сделать вес Смотрел Интервью Бондаря В общем-то Он там Немножко Говорил о том Что он Сейчас Не в самых Лучших условиях Готовится Что у него Есть только Тренер И один Спарринг Партнер Вот Но это я Никого не Зомбирую Но Надо будет Посмотреть Конечно Какую форму Покажет на взвешении Если что-то Можно будет Понять Вообще Бондарь У нас Дебютирует Коэффициенты На этот Бой Так Бондарь 1.53 Осбан 2.5 Вот такие Два Бойца Ну Я Что еще Хочу сказать По-моему Осбан Если я не Ошибаюсь Он выступал В 66 И в 61 Если Мне не Изменяет Память Где-то у него были бои В 66 По-моему Да Вот у него В 66 Был бой Здесь 61 С Келлахером Тоже 61 Ну где-то еще до этого По-моему Еще был бой Второй Так Не этот Еще 61 Так Где-то же было Еще по-моему Ну вот Давненько Ну в общем Мне просто кажется Что он немножко Парень покрупнее То есть он Чуть-чуть Выступал В 66 И потом Скажем так Спустился В 61 Бондарь Он выступает В 61 И в 57 По габаритам Тут так сложно В общем-то Понять Осборн Вроде бы Всего на 2 Сантиметра Выше Но я думаю Руки у него Будут подлиннее Потому что Я говорил уже Что рич у него Хороший Хочу оценить Габарит на взвешивание Потому что В общем-то Если взять Чистую ударку То Осборн Если он не будет Слишком много Заигрываться Мне кажется У него ударка Поинтересней Что касается Борьбы Ну я думаю Здесь я дам Преимущество Бондарю Все-таки Мне в общем-то Понравилось Как он в партере Работает Там у него Все достаточно Так неплохо Цинично Прагматично В этом отношении У него Все так Продумано Но Осборн Напасен Снизу Соответственно На Осборн Дают 2.5 Ну как бы Рисково Но мне кажется Можно подумать Пока не умели Брать дебютанта Можно сказать Они конечно Оба дебютанты В той или иной Степени Но Шанс есть И у того И у другого И мне кажется Что Осборн Здесь может быть Интересен В любом случае Осборн Тренируется Там не бог Весь в каком зале Но там Вот этот Пура вида BGJ Но там есть Более-менее Какие-то люди Которые Имеют отношение К UFC Либо там Они выступали Когда-то Может быть Давно Не на самом Высоком уровне Но есть там 2-3 имени Которых Которыми можно О чем-то Пообщаться Что-то узнать Что-то Подчеркнуть Какие-то Знания Есть там Один Этот Тренер Борцуха Который Закотал Ну тоже Не бог Весь что Ну хотя бы Что-то Он Соображает То есть Бондарь Если он Сейчас Готовится В ограниченных Условиях Ну Не знаю Должен ли он Здесь быть Таким Фаворитом Может быть И должен Но мне кажется Здесь скорее Осборна Немножко Подписывают Потому что Он неудачно Дебютировал Поэтому Если уж Кого-то Здесь выбирать То я бы Здесь тоже Опять же Присматривался Больше к Эффициенту И к состоянию Бойцов На взвешивании Дивонте Смит Против Алекса Досилвы Ну вот Это уже Интересно Дивонте Смит 27 лет Подписался В 2018 году Через Контендер Сириас Потом Одержал Где В общем-то И на Контендер Сириас Одержал Быструю Красивую Победу Потом Вырубил Эросу Вырубил Дон Хюнма Ну в общем-то Дон Хюнма Не так просто Вырубить Он Конечно Боец Не топовый Но Я посмотрел По рекорду Его По-моему Еще только Один раз Нокаутировали Или два То есть Ну и Когда-то Давно То есть Его вырубить Сложно Он такой В общем-то Стойкий Товарищ Ну и Не особо Он там Серьезно Как-то К этому Бою Относился Он И на Взвешивании Был На хихихаха И в бою Там тоже Они там Друг другу Пятюню Давали И потом В результате Этой же Пятюней Камар Ворти Дивонте Смита И наказал Это было В девятнадцатом Году Да Потом У Дивонте Смита Была травма Какая-то Серьезная Травма Ноги Он долго Восстанавливался Ну и Сейчас Выходит В октагон В общем-то Это весьма Неплохой Ударник Ну Прямо Прямо Как ударник Мне кажется Очень неплохой Быстрые Точные Руки Тяжелые Хороший Тайминг Неплохое Передвижение Вроде бы Все у него Есть Немножко Инста-анализа Все-таки Вот Наверное Здесь Не про форму Даже А вот Если посмотреть Всех бойцов Которые Вообще В этом карте Присутствуют Максимальное Количество Тренировок Я реально Увидел У Девонте Смита Тренируется Он Фактор Х Муай-тай Это Хорошо И Пару Интересных Моментов В инстаграме Я Подсмотрел Тут Я не буду Рассказывать Про форму Форма У него Хорошая Но У него Здесь Есть Вот Это Видео По-моему Где Он Показывает Своё Ухо Которое Превратилось У него Ухо Борца Ну И Есть Момент Где Он Болится С Александром Эрнандесом В общем-то Это Правильно Это Правильно В свете Предстоящего Ему Боя Потому Что Алекс До Силва Хотя У него По-моему Много Побед Нокаутом Если Я не Ошибаюсь Да Из Двадцати Одной Побед У него Вообще Двадцать Досрочек Прям Финишер Тринадцать Побед Нокаутом Но Все эти Финиши Конечно Состоялись У него Там Его Абсолютно Непонятных Промоушенах Санта Катарин Регионал Я так Понимаю Это Прям Совсем Наверное Какой-то Ужас Поэтому Всех Вот этих Пацанов Он Активно Нокаутировал Душил И так Далее Все это Происходило У него Достаточно Долго Поэтому Рекорд Конечно У него Поднабит И Чего там Говорить UFC Был задушен Яковлевым Потом Залежал Родриго Варгаса И дал Весьма Неплохой Бой Бреду Риделу Взял Первый Раунд Был Конкурентен Во втором Но Потом Устал Устал Немножко Подпропустил Ударов И Бой Все-таки Проиграл Ну Дать Близкий Бой Бреду Риделу Это В общем-то Неплохо Ну И До силы Определенно Тоже Какую-то Заявочку Такую Сделал Этим Боем Это Примерно Одинаковые Габариты Смит Немножко Погабаритнее Выходит После Простоя После Травмы Ну Вроде Как Блин Прям Весь В тренировках Вообще Коэффициенты На этот бой Абсолютно Равные Это Правильно Как Мне кажется И По таким Коэффициентам Я бы дал Небольшое Все-таки Превосходство Дивонте Смиту Почему Потому Что По моим Личным Если мы видим Допустим Двух бойцов И Кто-то Из них Очевидно Сильнее В каком-то Одном Из важных Компонентов Ну Условно Скажем Что Это Два Компонента Пусть Там Будет Ударка И Борьба На самом Деле Конечно Их там Больше Там Есть И Кардио И Психология И так Далее Базы Это Ударная Техника И Борцовская То Ударной Технике Я считаю Мы ничего Практически Не знаем О Тэкдаун Дефенса Девонте Смита Потому что Вот Все что я Нашел Позже Семнадцатого Года Там Борьбы В общем-то Не было Даже Вот в этом Четырехраундовом Бою Остальные Все Заканчивались Бои В первом Раунде В стойке Поэтому Как он борется Как он защищается От тэкдаунов Сказать Сложно Я в принципе Здесь вообще Уверенно Притопил За Девонте Смита Потому что Считаю Все-таки Что он Боец Немножко Более Может быть Сказать Даже Высококлассный Но Здесь Есть Бой Вот с Этим Парнем С Джоном Гюнтером В семнадцатом Году Джон Гюнтер Выглядит Вот так Как будто Он Собирается Сейчас Выйти На бой С Иваном Поддубным В 1908 Году Но Тем не менее Это Интересно Но это Вроде Да Его рекорд Как вы Видите Он все-таки Участвовал Ультимейт Файтер Хоть и проиграл Дважды Почему-то Его подписали Все равно В UFC Где он В восемнадцатом Году Проиграл Дави Рамосу И больше Не уступал Так вот Он сумел Победить Девонте Смита В 2017 Году И он Его конкретно Прямо Завалял Хотя Он От него И напропускал Там В первом Раунде Особенно Там По-моему У него Было Лицо Сильно Разбитые Гематомы Были Но Он Взял Своё В партере И в общем-то В январе 2017 Года Девонте Смит В партере Выглядел Печально Не мог Он Вставать Не мог Он Нормально Защищаться От тейкдаунов Поэтому Там Все Было Плохо Но Выводов Однозначных Из этого Сделать Нельзя Все-таки Прошло Уже 17 На 19 4 Года Даже Чуть Больше 4 Года Которых Девонте Смит Тренируется Большую часть Из них В неплохом Кемпе Вот То есть Как я Уже Упомянул В инстаграме Есть признаки Хотя бы Того Что он Уделяет Внимание Борьбе Ему Это Обязательно Нужно Поэтому В целом Если Коэффициенты Останутся Равными То Я Здесь Буду Рассматривать Ставку На Девонте Смита Если Он Пойдет Каким-то Фаворитом Да Еще Там Более Менее Уверен Там Скажем За 1 Е7 И так Далее Но Опять же Наверное Этот бой Придется Пропускать Халил Раунд 3 Против Марчина Прачня Незамедлительный Реванш Ну а Как вы Думали В общем К чему Я тут Приплел Мне кажется Такой Схожий В общем То Бой Где Есть Один Боец Который Может быть Мало Что Из себя Представляет И Один Боец Который Вроде Бы Как И Неплох Но При Этом Имеет Много Очевидных Разного Рода Проблем Поэтому Где Там Матчап Схожий Майкл Джонсон Это Моя Боль Это Наверное Человек Нет Наверное Так Я Я являюсь Одним Из Последних Людей На Планете Который Еще Не Утратил Веру В Этого Чувака Хотя После Всех Его Зашквар Конечно Это Очень Сложно Сделать Есть У него Такие Серии Поражений Нехороших Как Ну Хабиб Ладно Гейджи Понятно Даррен Элкинс Ну Мог бы И не Проигрывать Сплиц Филип Причем Сомнительный Выиграл Лобова А вот Из Последних Трех Боев У него Могло Быть Не 0 3 А 3 0 Потому Что Джоша Эммита Он Обыгрывал В девятнадцатом Году Он Джоша Эммита Откровенно Прям Перебивал Стойки Почему Эммит С ним Не Боролся Я Не Понимаю Честно Говоря Но Это Был Хороший Бой И До Тех Пор Пока Вот Он За Там Сколько 45 Секунд До Конца Боя Не Пропустил Этот Панч Он Выигрывал Эммита Ну Какие Сейчас Позиции Эммит Занимает Вы Знаете Что Касается Боя Со Стиви Рэмм Скажем Так Там Джонсон Однозначно Выиграл Один Раунд И Два Раунда Были Близки Где Он Опять Там Позволил Себя Затянуть В Борьбу Но При Этом Вот Почему То Все Так Ни Один Из Близких Раундов Ему Судьи Не Отдали Так Себе Тоже Решение И Бой С Я Отдавал Себе Отчет Что Если Джонсон Окажется В партере То Все Может Быстро Закончиться Ну Так Собственно Горей Произошло Но Вы же Помните Как Он В первом Раунде Избивал Буквально Мойзиса Весь Раунд Поэтому Ну Что Так Бывает Почему Он Проиграл Мойзису Ну Во-первых Его Там Подвела Где-то Дисциплина То Там Получилось Как Майкл Джонсон В начале Второго Раунда Согласно Указаниям Своего Угла И вообще Согласно Плану На бой Бежал В центр Октагона Чтобы его Занять И продолжить Мойзиса Теснить К сетке Как это У них И было Задумано И прекрасно Получалось В первом Раунде Мойзис Просто Отлично Сориентировался И изо Всех сил Сразу Рванул В центр Октагона И просто Подловил Джонсона Джонсон Очевидно Почему-то Не знаю Почему Мало Он что-то Может Его можно Либо завалять Либо как-то Засабмитить Но он Очевидным образом Работает Над своим Трекдаун Дефенсом Вот это То за что Я пока Еще его Прощаю И ценю Я не буду Говорить про Его длинные Быстрые руки Что он Сейчас вернулся В 70 кг Где ему Нужно быть В принципе Скиллы у него Есть Проблема С партером Конкретная Которую он Не может Решить Но он пытается Туда хотя бы Не попадать И весь Первый раунд С Тиагом Мойзесом Он отлично Спролил Просто отлично У него ноги Просто отлетают Назад При первом Жашухере В этом отношении Он молодец Но вот здесь Вот он Допустил Такую Не то чтобы Даже ошибку А просто Там скорее Мойзес Очень хорошо В моменте Сориентировался Что касается Того там Было ли Майклу Джонсону Больно или нет Когда ему там Мойзес пятку крутил Я уже не буду Тут в такие Дебри лезть Я уж не думаю Что Джонсон Он бы там Прямо постучал Если бы там Ничего такого не было Ну а в целом Он Все таки Пока еще Что то может И в боях Где он Сможет избежать борьбы Я считаю На него можно ставить А избежит ли он Борьбы В бою с Клеем Гвидой Вот это конечно Большой вопрос Гвиде 39 лет Что у них по габаритам Ну Джонсон Соответственно Выше Крупнее Руки длиннее Гвиде конечно Тоже 4 3-1 В последних боях 1-3 Выиграл только Биджей Пена Ну вот В 17 году Был он еще Ничего так Сумел выиграть Коха И Лоузена Ну Более менее Что то Более менее В последних боях Выглядит Ну Конечно Уныло Ну Что еще Можно сказать Что он все время Ловит рыбу Я уже Боя 3 Наверное Захожу в его Инстаграм Перед боями Клей Гвиде Все время Ловит рыбу Когда он успевает Тренироваться Я не понимаю Вот Пожалуйста Вот это вот Постоянно Вот такая тема Клей Гвида И рыба 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 Капс Вонсон На каких-то В общем Старых дрожжах У него получается Еще вот этим Вот всем делом Заниматься Сейчас И здесь Что можно отметить Можно отметить Все-таки Что он Такой Остался Достаточно Упертый У него Хватает Кардио На 3 раунда Он там По итогам 3 раундов Может Бегать Вокруг Октагона Поднимать руки Отжиматься Как-то У него Более-менее Все с этим Навыков Конечно Осталось Мало Но он Может Бороться И он Будет Бороться Поэтому Как Вот здесь Джонсон Сможет Опять же Сможет Ли он Не залезть В борьбу Вот в чем Весь вопрос Потому что Если он Сможет Не залезть В борьбу Ну Клею Гвиду Клею Гвиде Просто Нечего Делать Стойки С Майклом Джонсоном Для меня Это совершенно Однозначно Наверное Не только Для меня Это Капитан Очевидность Дело В том Что Майкл Джонсон Никого Не нокаутировал Уже Четыре Года А Клей Гвиде Не был Нокаутирован Четыре Года Вообще У Гвиде Что там У него С нокаутами Да Нормально У него У него Из 20 Поражений Всего Два Нокаута У Майкла Джонсона В целом Нокаутов Не так Много Из 19 Восемь Я просто К тому Что Джонсон Его Ну все Таки Маловероятно Что Нокаутирует Особенно Быстро Что Гвиде Ну более Менее Пока Держит И Мы Будем Вот это Вот Дело Наблюдать Скорее Сего Три Раунда Как Клей Гвиде Будет Пытаться Бороть Майкла Джонсона И Где-то Он Может Нет Нет Да Его Все Таки Зацепить И Здесь Уже Вопрос То Как Часто У него Это Будет Получаться Что Он Из Этого Сможет Излечь Я Не знаю Не могу Сказать Поэтому Вот Вам Надежный Фаворит За 1.47 Майкл Джонсон Которого Конечно Нельзя Брать За Такой Коэффициент Вот Если Вы Были Равны Я Бо Снова Поставил На Джонсона Но За 1.47 Я Не Ветерана 39 Летнего Говорят Ну Ты Если Хоть Что Можешь Еще На Что Претендуешь Ему Все Так Сколько Ну 34 Года Еще Не Такой Старый Ему Говорят Ну Вот Ты Что То Хотя Б Сделай Вот Не Знаю Сделает Он Или Не Сделает Но На Гвиду Нет На Джонсона Тоже Нет Поэтому Вот Такой Интересный Турнир Получается А Вот Вам Еще Раз Халил Раунд Против Марчина Прочня Как Вам Третий Бой Мне Кажется Вообще Прям Максимально Все Похоже Потому Что У нас Здесь Будет Майк Родригес Который Что Который В Четырех Последних Боях Обгадился Трижды Вообще Кого Он До Этого Выиграл Ну Там Кого На Контендер Сириас Проиграл Кларку Выиграл Милстеда Саланом Но Проиграл Первом Раунде Отлетел Доун Джунгу О Марчин Прочня Он Вырубил Все Таки В Первом Раунде Ну Умеет Ну И Бой С Эдом Херманом Можно Сколько Угодно Гнать На Эда Хермана Что Он Артист Циркач И так Далее Ну Здесь Дело Не В Эдом Там Не Знаю Была Ли Судейская Ошибка Я Херману Он Все Таки Потом Там Мне кажется Чиркнул Немножко На Отходе Коленом Туда Куда Чиркать Нельзя Было Ну Я Не Знаю Может Быть Там Была Судейская Ошибка В чистом Виде Я Ничего Такого Не Говорю Ну А Что Было Делать Эду Херману Скажите Мне Что Он Должен Сделать Ему Говорят Нелегальный Удар Ну Он Да Начинает Держаться За писун Что Ему Еще Делать Все Правильно Все По фэншую Отдохнул И Пошел Дальше И Суть То В том Что Родригес Да Он Бой Выиграл Но Опять же Можно Провести Аналогию С Майклом Джонсоном Как Только Родригес Оказался В партере В неудобном Положении Так Сразу Что Сразу Ки Мура Вот И Все Вот И Один Три В последних Четырех Боях И Данила Маркес Который Подписан В UFC Непонятно Для чего Вернее Можно сказать Даже понятно Чего у них По габаритам Но Вот Он Только Что Здоровый Он Еще На 5 Сантиметров Выше Родригеса И Такой Жирич Примерно Длинный А Родригес Коняра Тот Еще Чего В этом Такого В Маркесе Я не знаю Его Подписали Только Потому Что Я считаю Он Дружит С определенными Именитыми Бразилами И с ними Тренируется Вот Все Подписание В 35 лет В UFC Такой Мешковины Это конечно Ужас Его Основное Предназначение Было И он Его Выполнил Это Увольнение Хадиса И Брагимова Ой Ну я Честно Говоря Думал Что Хадис Ну Этого То Должен Пройти Ну Нет Не Прошел Не Прошел Что Там Показал Маркес В бою Навыки Кикбоксинга И этого Хватило Какой Ужас Ну Все Что он Показывал Вот До этого Как бы Ну Тут Даже Это Обсуждать Не Стоит Это Какие То Опять Саула Паула Регионал Ой Это Какой То Ужас Конечно Там Он Еще И Проигрывал В общем Что Он В стойке Он Плоховат Конечно Медленный Раскрытый Не Особо Умелый В борьбе Он Как-то Там Зайти За спину Повисеть За ней Полраунда Как он Это Делал С Ибрагимом Или Где-то Там Полежать Ну И Здесь У нас Получается В общем-то Неплохой Опасный Ударник Сравнительно В виде Родригеса Тоже Который Периодически Вату Катает И Вот Такой Мешкообразный Человек Который Может Немного Побороться Дело В том Что Вот Этого Немного Побороться В принципе Не дай бог Конечно Но может Хватить Для того Чтобы Майку Родригесу Уже Доставить Каких-то Неприятностей Что Ну Что Ожидать От Человека С прозвищем Слоу То есть Медленный Ну И Что Мы Имеем Родригеса За 1.42 И Маркеса За 3 Ровно Вот Пожалуйста Прошу Любить И Жаловать Что С Может Родригес За 1.47 Даже Вот Против Этого Персонажа Я Не знаю Вот Честно Говоря Из Таких Вот Может Быть Сравнительно Рисковых Ставок Я Еще Подумаю Потом Опять же Из Моих Личных Наблюдений Когда Встречаются Два Вот Таких Вот Персонажа Сомнительных У Нередко Бывает Вата Поэтому Я Подумаю Попозже Насчет ТБ Полтора Если Будет Можно попробовать Будет Потому что Здесь Две Таких Шпалы Маркес Вроде Был Такой Сравнительно Крепкий Если Будет Вязать Бороться То Они Могут Какую Нибудь Показать Ужасную Трехраундовую Мыльную Оперу С Неясным Концом Поэтому Либо Пропуск Либо Искать Что-то Валуйное Но Маркес За Три Я Здесь Тоже За Валуй Не Считаю Такой Валуй Долго Я Сегодня Говорю Уж Не Обессудьте Дедушка Соскучился Поговорить Ну Опять же Еще Все Но Никто Ничего Не Выпустил Поэтому Послушайте Меня Молли Макан Против Лары Прокопио Макан Прикольная Тетка Мне Нравится Ну Выступает Так Себе Проиграла Роберсон Выиграла Корчейру Выиграла Липский Выиграла Бельбиту Я Я бы сказал Что У нее Во всех Трех Боях Были Кое Какие Сложности И Без Вопросов Проиграла Тайли Сантос Ну Сантос Судя По Ее Последним Выступлением Вполне Себе Неплоха Ну Кстати На Сантос Я Ставил Я Уже Говорил Про Это Там Я Сумел Ее Немножко Предугадать И Лара Прокопио Бразильская Девушка Которая Дебютировала В категории 61 Кг В UFC А Этот Бой У нас Будет 57 Дебютировала Напротив Той же Карль Росс До Этого У нее Там Не Очень Большая Карьера В Бразильских Промоушенах Единственное Имя Которое Мы Все Знаем Это Регендарная Мариана Морайс Что Мы Увидели В бою С Карль Росса Это Был Очень Очень Активный Бой Ну Нет Начнем С Молли Макан Молли Макан Это Боксер Это Мы знаем Да Что У нас У Молли Макан У нее Короткие Руки 157 Сантиметров Рич Плохой У Прокопио 171 Сантиметр Макан Боксер Который Немножко Подучился Бороться Духовитая Такая Нормальная Девушка Которая Зачастую Отдает Третий Раунд Потому Что Подустает Я бы Сказал Что И Кошаэри Она Отдала Третий Раунд И С Бельбитой Была Не Очень И Даже Где-то Слипски Тоже То есть Она Уже Там Начинает Работать Больше На Отходах На Движениях Мне кажется Все-таки Ее Немножко Не хватает На Третий Раунд Прокопио Мы Можем Судить Только Опять Же Про Бой Скарль Роса Который Был Напомню Еще Раз 61 Килограм Очень Большое Количество Ударов Там Выкинули Девушки Обе Там Был Прям Такой Активный Кикбоксинг С боксом Прокопио В общем Тоже Предпочитает Боксировать Хотя Она По базе Если Я правильно Понимаю Джитсер Вот Такой Джитсер Который Полюбил Ударку Полюбил Бокс И Много Она Работает На руках Очень Много И В общем То Неплохо Побывала Там В Нокдауне В третьем Или Во втором Раунде Не Помню Не Принципиально Тоже Она Там Подустала Но Все Так Она Подустала От Того Именно Что Они Там Выкинули Очень Большое Количество Ударов По Итогу Вышло По Моему Что Прокопио Пробила Роси 165 Ударов А пропустила 175 Что-то Такое Это Прямо Очень Много То есть Ну Для Примера Макан Там Больше Сотни За Бой Не Пробивает То есть Прокопио Если По ее Последнему Бой Судить Ну У нее Как бы Это Работоспособность Достаточно Высокая Устала Она Вот Потому Что Она Очень Много Выкинула Особенно В первом Раунде Там По-моему Было Порядка 65 Или 70 Ударов Я Потом Смотрел Статистику Ну И В общем То На встречу Она Получила Тоже Очень Много И Мне Просто Кажется Что Если Вот Ну Тебе Много Бьют Ударов На встречу Наверное Ты Как бы Устаешь Больше Да И Соответственно Свои Удары Тебе Доносить Тяжелее Если Б Тебе Навстречу Били Б Меньше Ударов То Ты Б Своих Наверное Донесла Еще Больше У У У У У У У У Я Просто К Тому Что На мой Взгляд Прокопио Здесь В Принципе Может Макан Перебить Именно Задавить Ее Объемом Потому Что Ну Вот Если Она Будет Примерно Такое Количество Ударов Доносить То Она Просто Макан Может Переработать Ей Нужно Не Вымахаться В Первом Раунде Как Она Сделала В Прошлый Раз Для Категории В Которые Она Выступала Дебютировала 61 Кг Она Наверное Мелковата Ну Так же Как Кароль Росса Поэтому То Что Она Сейчас Опускается В 57 Я Если Макан Захочет Побороться То Прокопио Так Ну Минимум Бразилии Не соврать Она Чемпионка По джиу-джитсу Опять же Не знаю Не говорю Что это Прям Какой-то Там Вау Какие-то Регалии Очень Большие И Опять же Непонятно Среди Каких Поясов Или Что-то Там Еще Какие Там Нашивки Или Что Там У них Всех Этих Джитсеров Но Я К тому Что Она Партер Понимает И В бою С Росой Когда Несколько раз Шлепалась На задницу То Роса К ней Бороться Не шла Я Просто К тому Что Макан Неплохо Подключает Борьбу В своих Боях Здесь Скорее Всего Ей Эта Борьба Ну Может Будет Даже И Во В принципе У меня Получается Что Как Минимум 50 на 50 А Вообще Это Даже Я Может Большое Догом Открывалась Она Вообще За Какие То Дикие Коэффициенты Она Открывалась За Так Где Это Линия Она Открывалась За 4 Это Был Просто Бред Потом Она Долгое Время Шла По Моему За 2 И 7 Я Прямо Уже Потерял Руки Хотел Забирать Да Вот Она Открылась За 4 Она Сразу Упала И Пошла Вот Я Смотрел Так Думаю Думаю Неплохой Коэффициент Будет Но Похоже Что Многие Думают Так же Как Я И Ее К сожалению Прогружает Вот Это Меня Печалит Печалит Потому Что Чем Больше Коэффициент Тем У меня Больше Желания Ставить На Нее За 2 И 7 Я Бо себе Ее Поставил Вот В Эту Колоночку Потому Что Это Был Очень Хороший Волунный Коэффициент Сейчас Такого Коэффициента Нету Но За Все Что Выше Двушки Я Все Равно Буду Смотреть В сторону Прокопио Потому Что Ну Мне Кажется Что У нее Шансов Хоть Она Пусть Там И Мало У нее Боев В UFC В общем Маккан Не побила В UFC Никого Такого Особо Стоящего У нее Тоже Все Были Такие Дебютантки Полудебютантки Поэтому Мне Кажется Про Копия Здесь Может Быть Интересно Кодис Таймон Против Эндрю Юэл Эндрю Юэл Прекрасный Боец Длиннорукий Выносливый Боксер Кикбоксер Который Замечательно Борется Здорово Переводит Отлично Контролирует Хороший Гранден Паунд Чудесное Кардио Очень Такое Опасное Джиу Джитсу Тяжелые Локти Колени Кусается Здорово Просто А еще У него Очень Красивая Прическа Африканской Девочки В октагоне Поэтому Он Просто Супер Вот Стэмон Стэмон Такой Неуклюжий Коротышка Который Постоянно Спотыкается И падает В октагоне Иногда Он падает В октагоне На то место Где уже Лежит Его соперник И тогда У него Получается На нем Какое-то Время Полежать И только За счет Этого Он Выигрывает Свои Бои Скучный Неинтересный Боец Ничего Не умеет Поэтому В принципе Что здесь Думать Конечно же Андрей Юэл Я не решил Еще пока Поставить на него Квартиру Или почку Но Я Ближе К турниру Определюсь И вам Обязательно Сообщу Свои решения Поэтому Андрей Юэл Едем Дальше Ну Вот Я Посидел Немножко Подышал Попил Водички Действие Лекарств Прошло Поэтому Мы можем Перелистнуть Юмуристическую Страничку Нашего Подкаста Нужно Что-то Рассказывать Про Стэмона Я думаю Нет Проиграл Ривере Ну Ривера Что Немножко Все-таки По высшим Классам Боец В целом У него В общем-то Все хорошо Проиграл Только Ривере И Стерлингу И Последнее Время Как мне Кажется Он Неплохо Подтянул Свою Стойку Не то Чтобы Это Стало Вау Но Это Стало Лучше Он Стал Лучше Он Стал Активнее Он Стал Может Более Разнообразен Юэл По Прежнему Имеет Из Всего Мною Ранее Выше Перечисленного Хорошие Длинные Быстрые Руки Хорошие Габариты Он У него Тут Будет Офигенный Конечно Рич 25 Сантиметров Но У него Как бы Он Есть Всегда Стамон Он Реально Коротколапый Чувак Да Поможет Лето Юэлу Да Думаю Что Нет Думаю Что Нет Стамон Идет За 1.32 Но Юэл За 3.37 Сейчас Я Юэл Не Рассматриваю Как андердога Из-за Его Кардио Из-за Все Таки Его Может быть Какой-то Сомнительной Борьбы Ну Из-за Того Что Стамон В принципе В последнее Время Хорош Вот Собственно Говоря И Все То Стамон Я Думаю Что Надеюсь Что Он Не Будет Просто Юэл Переводить И Отпускать Как Он Иногда Это Делает Я Надеюсь Что Он Будет Прессинговать Выматывать Поджимать Стаскивать В том Числе Вниз Бить Внизу И В третьем Раунде Юэл Задушит Или Что Сделает Ну Задушит Конечно Вряд Ли Два Две Победы Сабмишн Но Вообще Юэл Надо Задушить Мне Кажется Ну Может Забьет Я Не Знаю Конечно Более Просматривается Как Всегда Что Стамон Решением Но Есть Ряд Что Он Юэл Измотает И В поздних Раундах Его Пришлекнет А так В принципе Ну Что Ну Вот Если Собирать Опять же Двойники Вот Мне Кажется Стэмон Конечно Маленький Коэффициент Но Стэмона За 1.32 Я бы Вдвойник Взял Не Залала Вот По Залалу Взять Там Тбшку К примеру И Стэмона Ну Вот Что Там Будет Похожее Мне Кажется Потому Что Там Ни Залала Ни Джонсона Ни Родригеса А вот Стэмона За 1.32 Я Правда Боюсь Его К турниру Еще Прогрузят Будет 1.25 Ну Честно Сказать Вот Как Может Выиграть Юэл Он Не Нокаутер Поэтому Нокаутировать Стэмона Он Не Может Он Давно У У У С У Никого Не Нокаутировал Может Попасть Травмировать Может Стэмон Сойдет С ума И проведет С Юэлом Матч По боксу А не По ММА Ну Может Стэмон Съест Каких Нибудь Плохих Грибов Или Будет Как-то Почему-то Очень Плохо Готов Вот Это Все Шансы На победу Юэла Ну Я бы На это Отвел Там Процентов Может Быть 10 15 Максимум Стэмон Алехандро Пантоя Или Пантожа Или Пантоха Против Манело Кейпа Или Копе Пантожа Против Кейпа Наверное Так будет Правильно Пантожу Все знают Что он Каннибал И ест Людей Живьем Ну В общем-то Конечно же Парень Это Очень Опытный Как бы Ультимейт Файтерс Выступал Выиграл Морена Икара Франца UFC Выиграл Шелтона Такой Сири Это какой-то Дедушка По-моему Проиграл Хорошему Борцу Артису Еще раз Выиграл Морена Уверенно Выиграл Выиграл Укус Осаки Выиграл Старенького Вилсона Рейса Проиграл Фигуи Реда Ну Как бы Дал бой Проиграл Шнел Выиграл Шнелла Который Решил С ним Зарубиться Ну вот Соскаровым Как-то Он Выглядел Не очень Хорошо Как-то И Какой-то Геймплан У него Не просматривался Как-то Он устал Быстро В общем Мне не понравилось Его выступление Прям совсем Прям совсем Что в целом Это В целом Это джитсер Который Неплохо Борется Но больше Предпочитает Все-таки Стойку И предпочитает Стойке Зарубиться И к чему Я его рекорд Перечислял Ну в общем-то В общем-то Он как бы У нас в топах Но Из топов Он никого Не побеждал Морено Восемнадцатого Года Не считается Я думаю Что он Сейчас бы Морено Не прошел И Кейп Кейп Который Выступает В райзене Выступает В общем-то Неплохо Но вот Тому же Сосаки Он проиграл А Панто Его прошел Без вариантов Кейп Это ударник Все-таки Скорее Тренируется Он в частности Вообще Он из Португалии Тренируется Он в частности В подразделении Икеи В Таиланде Сейчас больше По-моему В UFC Пи Готовится Здесь вот Скайм Асакура У него был Спорный Такой сплит До этого Проигрывал Киоджи Харигучи Асакари Асакури Он в общем-то Реваншировался Он чемпион Райзена Да Бантам Вейти То есть Это что Наверное В 61 А здесь Они будут драться Соответственно В 57 Надо смотреть Как Кейп Сделает форму Так Я честно Сказать Забыл Дрался ли он В 57 Это так Ну сейчас Немножко Пощелкаем Все вместе Ну в общем Дрался Только Там Было Не 57 А Какие-то Странные Веса Типа 58 59 Ну Здесь Было 57 В общем Конечно Как всегда Смотрим Вешалку Здесь Особенно Внимательно Потому что Вот он Будет 57 Он не дрался Давно Ну Парень Конечно С понтами С понтами Любит он Повыделываться Но Достаточно Неплохой Ударник И вообще Достаточно Неплохой Боец Я не скажу Что он Чистый Там Ударник Но Вот В некоторых боях 17 18 Года У него Были Проблемы С борьбой Некоторые Да В некоторых Боях Некоторые Проблемы Не то Что его Там Насмерть Где-то Залежали Ну Сасаки Его Смог Залежать Сакура Где-то Там Борьбу Подключал Местами У него Проходило То есть В общем То Он Бороться Умеет И защищаться От Тайкдаунов И вставать Но Иногда Бывает Что И нет 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 До И Да Вот Ударка У него Конечно Интересная Довольно Таки Он Такой Парень Очень Подвижный В общем То Стоит Довольно Таки Раскрыто Но Вот Он Действительно Неплохо Защищается В движении У него Не так Много Он Пропускает Хотя Стойка Открытая Он Такой В общем Игровик Но Игровик Который Не Всегда Работает На Какой Перетык Он Может Наперетык Поработать Но В целом У него Из 15 Побед 9 Нокаутов 5 Сабмишенов Ну Как бы То есть Игровик Финишер У нас Получается Что Меня В нем Смущает Ну Меня Смущает Райзен Конечно То есть Он Дебютирует Во-первых Это Контроль Юсада Раз Во-вторых Все Последние Бои Он Провел В Ринге И Более Того Он Практически Все В Борцовках Ну Вот Как Не Крути А Клеткой Басы Ноги Это Немножко Другое Опять же Там Насколько Он Готов Клетки Ну Я Понимаю Что Он Там В Клетке Тренировался Наверняка Ну Насколько У него Есть Там Навыки Я Не Знаю Там Встать Возле Сетки Или Еще Что Все Но Какую То Оказывает Какое Воздействие Вот 174 На Кейпа 217 Не Люблю Я Ставить На Этих Самых Как Они Называются Дебютантов Но Здесь У нас Дебютант Андердог Немножко Другое В общем Меня Конечно Смущает Последний Бой Понтои У Кейпа Я Считаю В общем То Неплохие Шансы Потому Что Ну Он Такой Вот Если Он Не Заиграется Только Не Запонтуется Он Так То В общем То Понтои Может Обыграть Мне Кажется Потому Что Если У Понтои Не Получится Зарубиться Ну Есть У Него Вариант Побороться Тут Тоже Все Не Точно Потому Что Кейп Мне Кажется Прокачал Свою Защиту От Тейкдаунов Получится Ли У Понтои Побороться Если Понтои Решит Побороться Вот Не Факт В Последнем Бои Понтои Сам В общем Отбегать От Понтои Может Быть А В Стойке В общем То Я Все Таки Наверное Кейпу Отдам Превосходство Потому Что Он Техничнее Разнообразнее И Быстрее Как Мне Кажется Я Не Говорю Что Понтои Медленный Что Он Не Техничный Но Понтои Больше Подойти И Втащить У него Такая Тема Что С Фигуиреда Они Рубились Конечно Очень Люто И Этот Очень Бой Ему Как Был Как Опыт Но Мне Кажется Что Кейп Может Переиграть Навряд ли Он Понтои Финиширует Потому Понтои Очень Крепкий Соответственно У меня Рождают Следующие Мысли Пункт А Это Победа Кейпа За 2.17 Пункт Б Это Тотал Больше 2.5 За 2.1 Потому Что Ну Вот Если Только Понтои Кейпа Где-то Подловит Либо Переведет И сможет На Сабмишин Выйти Либо Каким-то Панчем Зацепит Прямо И Все И Кейп Улетит Но В принципе Кейп Кейп Тоже А не У него Два Сабмишина Было Но Это Что-то Было Давно Это Был Харигучи Все-таки Харигучи Он Ну Такой И В третьем Раунде Только Да А Что У него Еще Было Это Видимо Вот Этому Человеку Проиграл В Четырнадцатом Году Поэтому Кейпа В общем-то Финишировать Я считаю Тоже Сложно Особенно Учитывая Его Стиль И На Закуску Ставочка По Росписи В Категории Риск Это Победа Кейпа Решением Дают Аж Пять И Два Давайте Еще Раз Проверим Сейчас Я Смотрел День Назад Что-то По-моему Это Сильно Жирно Что Там У нас Кейп Квин Бай Дисижн Ну От 5.2 До 4.5 Ну 5 Это Прямо Мне кажется Вообще Много Вот Вот Такие Мысли Я Не скажу Что Ставка На Пантою Плоха Он Как бы Уже Ветеран И С Хорошим Опытом 1.74 Достойный Коэффициент Но Пантою Прогружают Мне Кажется Если Эта Прогрузка Продолжится Что Сейчас Такие Коэффициенты Мне кажется Кейпа Можно Будет Взять За Более Лучший Коэффициент Где-нибудь Если Допустим Дойдет До К примеру 2.3 2.4 То Я Туда Буду Прямо Совсем В сторону Кейпа Смотреть Феррейра Против Дарюша Дубль 2 Это Действительно Реванш Первый раз Они Встречались Давно В 14 Году Кстати Я посмотрел Тут бой Даже Для интереса И тогда У нас Пробедил И тогда У нас Пробедил Бенил Дарюш Который Идет На хорошем Конечно Стрите Был У него Здесь Провальчик В 17 18 Году Схватил Колено От Барбозы Дурацкая Ничья С Дановым Где он Вымахался Ну и Лаки Панч Он пропустил Атернандоса После Этого Мойзес Домучил Добера Во втором Раунде Комачо Ладно Клоус Ну вот С Клоусом Он Комбечился Мне это Не очень Конечно Понравилось Потому что Ему Конечно Все это Удалось Наелся В моменте Панчи Его повело Но он Сумел Собраться Пошел Прям Навстречу Откровенно Зарубился И вынес Очень крепкого Клоуса Я думаю Этот нокаут Все видели Действительно Было впечатляюще Но вот Перед этим Как-то Он просел Соответственно Я все Пытаюсь Найти На кого бы Поставить Против Дариуша Пробовал На Хольцмана Но Блин Хольцман Переехал Конечно Жестко Хорош Бенил Сейчас Очень Даже Хорош Ничего Не скажешь Везде Хорош Но я По-прежнему Так Думаю Насколько Крепка Его челюсть И насколько Хорошо Его кардио А лет Ему 31 Вес Это Будет 70 Килограмм Диего Ферери 36 У него Вроде Как Тоже Все Неплохо Абин Мерсье Джаред Гордон Кайл Нельсон Кстати От Нельсона Тоже Он там Не вернее Не тоже А вот Он от Нельсона Там Пропускал Хабилов Хороший бой С Тайсумовым С Тайсумовым Петис Так А потом А потом Он слетел С боя С Добером Тоже В общем То Неплох Тоже Очень Даже Неплох Базовый Джитсер Который Чего-то Поднабрался В стойке Упорный Прессингующий Стойкий Я ему Отдам Предпочтение В кардио И в стойкости Но В скиллах Не отдам Я считаю Что в скиллах Этот Все-таки Дариуш Мне кажется Интереснее У Дариуша Прямо и кикбоксинг Такой стал Острый Опасный Ну а в партере Он Ну не хуже Ферреры Точно Может даже лучше Поэтому вот Феррера За 1.8 Видимо Кто-то тоже Думает Так и я Кто-то там Считает Что может быть У Ферреры Есть каких-то Шансов Побольше Дариуш За 2.09 То есть Казалось бы Вот Хороший боец Феррера Против Дариуш Бери и ставь А что-то я не хочу Не хочу я ставить Против Дариуш Тем более Дариуш Идет Андердогом Ну Андердогом Конечно Небольшим Но если честно То Мне кажется Что должно быть По 1.93 То есть Как бы Я на Феррере Все-таки За 1.8 Володьности Не вижу Я У меня Вот есть Такие Интуитивные Какие-то Небольшие Предпочтения Что вот Там У Ферреры Может быть Там Где-то Чего-то Там Получше Там Покрепче Он Может Дышит Получше Но Это Все Такие Догадки Потому Что Ну После Таких Таких Выступлений Дари Дари Как-то Не Хочется Полагаться На Догадки Я Думаю Что Это Два Достаточно Скилловых Бойца Которые Как В первый Раз Дошли До Решения Может Быть Второй Раз Тоже Дойдут Но Тотал Больше Двух С половиной Дадут 181 Ну Вот Это Вот Мои Мысли На Этот Бой Потому Что Дариушу Я Чуть Не Доверяю Мо Феррере Я Тоже Немножко Не Доверяю Наверное Уже Главным Образом Из-за Возраста Поэтому В качестве Вариантов Для Ставок Буду Рассматривать Здесь Какие-то Ставки На Тотал И Скорее Сего Если Вообще Полезу В этот Бой Хотел Би Сказать Что Это Халил Раунд Против Марчина Прачня Но Это Рено Против Часон Но Тоже Чем-то Напоминает У Рено Главная Конечно Проблема Это 43 Года Для 43 Летней Тетеньки Бойца Она Конечно Очень Хороша Но Мы Не Рассматриваем В таком Вот Ключе Насколько Боец Хорош Относительно Своего Возраста Так Она Идет На Стрите Зингана Куницкая Пеннингтон Вы Помните Бой С Куницкой В общем То Там Было Все Достаточно Близко Зингана Ее Завозила Перед Этим Я Пыталась Макман Завозить Но Макман Не Получилось Пытался Я Поставить На Нее Против Пеннингтон Но Пеннингтон В общем То Выдало Неплохое Выступление Скучное Унылое Прагматичное Но Таскала Она Ее В клинче Била Коленями Поэтому Рено Достаточно Быстро Устало В целом Это Боец Джиу-джитсу С опасным Партером Неплохой Стойкой Ну Все Еще Наверное Приличным Кардио Но Вот В последнем Бою Наевшись Коленей Как бы Кардио Ее Немножко Конечно Подвело Оно Там Устало И Мэй Сейчас Он Который 29 лет Она Существенно Габаритнее Такая Шпала В общем Там 12 сантиметров В росте 10 сантиметров Ричи Ну Нестабильная Девушка Как мне кажется Все-таки После Ультимейт Файтер Казалось Что Она Пряма Хороша Если Тут Неплохая Любительская Карьера Даже С Фелицией Спенсер Встречалась На Ультимейт Файтер Сфинишировала Пачека Финишировала Летсон В финале Задушила Кианзад Забила Мазани Забила Морос Все было Супер А потом Столкнулась Тоже С ветераном По-моему 37 ей лет Была Линой Ландсберг Которая По сути Кикбоксер И этот Кикбоксер Который Подтянул Партер Сумел Там Чаосон Перебороть Чаосон Там Тоже Весьма Устала Проиграла Второй Третий Раунд Как-то Вообще Выглядела Там Достаточно Блекло Довозила До решения Шану Ян Которая Ну Сама По себе Как бы Не фонтан И Была Там На весьма Коротком Уведомлении Тоже В общем Выглядела Чаосон Там Не супер Ой Ну и Коэффициенты Рено 2.8 Чаосон 1.47 Ну Мне кажется Что После Боя С Линой Ландсберг Брать Мэйси Чаосон В качестве Такого Серьезного Фаворита Я бы Не стал Она Один раз Против Ветерана Обгадилась Что И Помешает Второй Раз Это Сделать Ну Только Наверное Возраст Рено В общем-то Чаосон Может Работать В такой Манере Примерно Как Ракель Пеннигтон Она Может Клинчевать У нее есть Колени В клинче Она В общем-то Может Бороться Естественно Переводить Контролировать Забивать Ганденпаунди Но Если сравнивать С Пеннигтон В плане Там Работать В клинче Мне кажется Она Все-таки Похуже Послабее Борьба У нее Неплохая В общем-то У Мэриэн Рено Есть Достаточно Опасная Джиу-джитсу Может Быть Не так Часто Она Его Проявляла Но Ну Что Она Андрады Задушила Когда Та Еще 61 Кг Выступала Ну Макман Задушить Можно Вот Поэтому Здесь Все-таки Если бы Пришлось Выбирать Ну Я бы Все-таки Выбрал Рено За 2.8 Рискованная Ставочка Не говорю Что ее Прямо Стоит Делать Но Меня Часон Не Привлекает За 1.47 Я Посмотрю Как Опять же Они будут Выглядеть На взвешивании Посмотрю Итоговые Коэффициенты Если На Рено Коэффициент Догонят До 3 То Я Скорее всего Даже Отвожусь Под 1% Забрать Рено Часон Ну Я не доверяю Этой девушке Она и по кардио Бывает Сама Сдыхает И Как бы Ну Последние Какие-то выступления У нее были Не в фонтан Поэтому Немножко Она здесь По коэффициентам Я думаю Переоценена Если бы Рено Не было 43 года Я бы Точно на нее Поставил Так Меня Возраст Останавливает Коммейн Ивент Сэндхэген Против Эдгара Тут Наверное Недолго Тут Абсолютно Неинтересные Коэффициенты С этого Можно начать Сэндхэген 1.24 Эдгар 4.15 Ну и Что с этим делать Я просто Вспоминаю Прошлый бой Эдгара Эдгару 39 лет Спустился В весе Бой будет Проходить 61 килограмм Но Я не считаю Что он выиграл У Мунинса Я считаю Что Педро В чистом виде Три раунда Выиграл А может быть И четыре Я там Только один раунд Отчетливо Увидел Что выиграл Эдгар Но при этом Конечно Эдгар Все понимаем Что это опыт Это может быть Какое-то уважение Со стороны Судей Это длинные Руки Несмотря на то Что там Он проигрывает В росте Много В ричи Он почти Не проигрывает Ну Сенхаген В общем-то Что он Уверенно Выступил С Морайесом Но при этом Он же ведь Очень неуверенно Выступил Со Стерлингом То есть Сенхагена Не то чтобы Проблема с борьбой Но ему Можно доставить Проблемы в борьбе Хотя Эдгар Сейчас Последнее время Мне кажется Не так уж часто Вообще борется И Сейчас Каких-то Побед Досрочных В том числе В партии Не так много Поэтому я Сомневаюсь Что он сможет Такую шпалу Как Кори Сенхаген Все-таки Как-то Прямо так Забороть Стойки Я Отдам Преимущество Сенхагену Поэтому Скорее всего Он победит Несмотря на то Что Кори Весьма неплохой Боец Все-таки За 1.24 Ставить на него Брать его В какие-то Двойники Я смысла Не вижу Либо искать Какие-то Ставки По росписи То, во что Вы верите За приличный Коэффициент Но в целом Как бы Мне кажется Бой Не особо Интересный Вообще И не особо Интересный С точки зрения Ставок Победителем Выберу Сенхагена Ставкой Не поддержу Никого Главное событие Оверин Против Волкова Но все-таки Недооцениваю Я Оверина Я в общем-то Вставил на Сакая Считал Что Ну как Там В общем-то Бой был Наверное В первых Раундах Близкий Сакай Там Наверное Может быть Первые Два раунда Даже Забрал Но Потом Оверин Все-таки Пережил И Переломил Ход И Ну что Он просто Молодец Последние Все бои Вот Если Вот Это Вот На его Серию Исключим Небольшую Где Фрэнсис Нгану И Блэйдс Потом Павлович Олейник Ну как Это Два Бойца Которых Он обязан Был Выигрывать Наверное Ну а Розенстрюка Он тоже По сути же Выигрывал Если бы Не последние Там 10 секунд То У него Было бы 5-0 В последних Боях Ну От Харриса Опять же Пришлось Ему Камбетчиться Там Потому что Он пропускал В первом Раунде Ну Умеет он Переживать Тяжелые Моменты И Восстанавливаться Волков 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 В общем-то Не смог Выиграть Тоже Пока Никого Из топов Близкий Бой С Джонсоном Потом Уверенно Перебил Нельсона Уверенно Перебил Стрюве Фвердума Льюиса Конечно Он выигрывал Тоже Тоже самое Как Верим Выигрывал Разная штука Только Волков Выиграл Льюиса Очень уверенно И Нахватал В конце Вот этих Панчей Ну Потом Невзрачное Вступление С Грегом Харди Очень аккуратное Проигрыш Блейдсу Где Ему Наверное Немножко Не хватило Где-то Там Пораньше Включиться Получше Отзащищаться Немножко Ну И В общем-то Неплохо Вырубил Харриса Опять же Что Про них Сказать Волков Наверное Получше Держит Удар Наверное Несколько Получше По кардио Ну В целом Посвежее Потому что Вериму Все-таки 40 лет А Волков 32 При этом Конечно С одной стороны У Верима Такой опыт Выступление Огромный И с самыми Топовыми бойцами Ну С другой стороны Волков Тоже не новичок И как бы Здесь уже Наверное Такой Какой-то Прям Значимой Разницы В опыте Нету Ну Вот Держак У Верима Его Кардио В поздних Раундах Это Конечно Вопрос Он В общем-то В последних Боях Нередко Пытается Бороться С Сакаем Он боролся И Харриса Он забил Внизу Ну Вот В этом Бою У него Наверное Это Не пройдет Потому что Волков И внизу Неплохо И вставать Умеет И трейдаун Дефенс Нормальный По сути Если там Посмотреть Статистику То У Волкова Как бы Не очень Хорошая Защита От Тейкдаунов Но Это Потому что Его Блейдс Перевел Ну По-моему 14 Что ли Раз Ну Соответственно Сколько раз Блейдс Перевел Столько Он и Встал Примерно Так Да Коэффициенты Волков 1.55 А Верим 2.55 Ну Не знаю Наверное Я все-таки Не очень Могу С ними Согласиться Потому что Почему Потому что Волков Шел За 1.67 Против Харриса И Это Было Как бы Интересная Ставка Харрис Он Выиграл Но И Авием Последний Бой Выиграл Выиграл Неплохо То есть Волков Шел За 1.67 Против Харриса И Теперь За 1.55 Против Авием Авием Опять же Харриса Тоже Выиграл Да Там Не Без Греха Но Выиграл То Есть В чем Логика Тогда Почему Сейчас На Волкова Коэффициент Ниже Я Как-то Не Очень Понимаю Так Я Конечно За Волкова Поболею Но Ставить Что-то Я Как-то Не Хочу На Волкова За Такой Коэффициент Мне Это Не Нравится Букмекеры Почему То Дали Тоже Тотал Больше Больше Полутора Не Понимаю Почему Ну Мне Кажется Тотал Больше Полутора Конечно Там Небольшой Коэффициент Но Здесь Что Хочется Отметить Что Оверин Вот Олейника Который Дебютировал Выиграл В первом Раунде У этого Павловича Павловича Извините Олейника Ну Как бы Тоже Там С Олейником Как По-другому С Разинстрюком Пять Раундов Харриса Даже Итого Выиграл Во втором Раунде Потому Что В принципе Там Могло Все И в первом Закончится Но Тут Дело В Харрисе Который Ну Немножко Дуралом Иногда Бывает Вот Сакаем Опять же До Пятого Раунда Смотрим Волкова Ну У него Финиши В первом Раунде Вообще Нету Вот Харриса Только Там Во втором Как бы А так В принципе Он Достаточно Неторопливо Действует И Особенно Против Каких-то Там Серьезных Людей Там Ну И даже Там С Грегом Харди Просто Отбился С его Три Раунда И все То есть Что Он Полетит Аверима Убивать Как бы Да Я думаю Нет Да И Аверим Тоже Не побежит Вот Тут Момент Такой Как бы Волков Что-нибудь Не Выхватил Потому Что У него Стойка В общем Достаточно Раскрытая Аверим По-прежнему Может Ударить Особенно Пока Свежий Но Тем Не Менее Из Убирать Из Волкова За 1.55 И Тотал Больше Полутора За 1.48 Опять же Я бы Лучше Взял Тотал Больше Полутора За 1.48 Ну А из Ставок На Победителей Ну Я Все-таки Еще Не Отогнал До Конца И Себя От Себя Идею Ставить На Аверима Потому Что Ну Что Ну Он Вызывает Уважение Последними Боями То Он Как бы Сумел Еще Раз Наверное Уже Последний Реанимировать Развернуть Свою Карьеру И В общем То Я думаю Что Коэффициенты Должны Быть Более Близкие Чем Те Которые Нам Предлагают Все Это Все Мои Мысли Всем Спасибо За Внимание К Такому Долгому Подкасту Ну Я Ни в чем Не Уиноват Всем Удачи На Ставках Сильно Не Рискуйте